Абхазов и Осетин связывает многовековая общая история. И сегодня наши государства интенсивно выстраивают отношения по разным направлениям экономического и социального сотрудничества, что безусловно радует, отметил Рауль Хаджимба, приветствуя дорогого гостя президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Наши государства интенсивно пытаются выстраивать отношения экономического, социального характера. И несомненно, результаты есть, но и нечие. И наши отношения должны развиваться. Важно, чтобы наши народы, как и прежние годы, были бы вместе. Анатолий Бибилов поздравил Рауля Хаджимба с 25-летием победы в Отечественной войне и подчеркнул, что рад встретить этот праздник с народом Абхазии. Мы фактически как близнецы и братья идем. На нашем историческом пути вместе мы только-только отпраздновали 10 лет признания наших республик Российской Федерации. Вместе мы радовались тому, что очередная победа на дипломатическом фронте признания Сирийской Арабской Республики. Все эти радости у нас общие, все горести у нас общие. Поэтому, конечно, искренне еще раз благодарю за приглашение и искренне поздравляю от имени всего народа Республики Южная Осетия с этим знаменательным праздником. Затем состоялась встреча президентов двух стран в расширенном составе. С Абхазской стороны во встрече участвовали спикер Народного собрания Валерий Кварчия, руководитель администрации президента Беслан Барциц, премьер-министр Валерий Буганба, министр иностранных дел Даурковой, министр внутренних дел Гарри Аршба, замминистра обороны Беслан Свижба. С юго-осетинской стороны секретарь Совета Безопасности Валерий Валиев, министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр обороны Ибрагим Гассиев, министр внутренних дел Игорь Наниев, депутат парламента Владимир Келихсаев. Как было отмечено в ходе встречи, братские дружественные отношения, которые складывались между республиками на протяжении веков, необходимо продолжать и развивать, чтобы последующие поколения также твердо стояли на завоеванных позициях. У нас с вами не только много общего, но и есть те направления деятельности, которые мы с вами решаем вместе, делаем практически много для того, чтобы наши государства состоялись. Буквально недавно произошло событие, которое важно для обоих государств и в целом для всего международного сообщества, признание Сирийской Арабской Республикой. И эти шаги должны быть большими, и наше совместное сотрудничество в этом направлении, думаю, принесет очередные результаты, положительные результаты. И то развитие, которое есть и в Южной Осетии, и в Абхазии, свидетельствует о том, что ни на минуту не прекращались наши взаимодействия с российской стороной, которая способствует становлению наших государств. Но и неоднократно мы говорим, нужно делать все для того, чтобы и рассчитывать на свои собственные возможности, которые позволят нам в большинстве случаев потом решать самостоятельно многие задачи, которые стоят перед нашими народами. Победа абхазского народа, мы считаем, что это победа всех нас перед злом, которое одинаково ставило перед абхазским народом и перед осетинским народом. Я думаю, что эти отношения, которые сложились сегодня между нашими государствами, между нами лично, это говорит о том, что исторический период, когда наши народы жили в братстве, оно продолжается, и я уверен, убежден, что будет продолжаться и передаваться нашим будущим поколениям. Рауль Хаджимба принял делегацию Республики Арцах, возглавляемую министром иностранных дел Масисом Майляном. Приветствуя гостей, президент отметил, что Абхазии важно укреплять взаимоотношения с Нагорно-Карабахской республикой, и в этой связи есть что обсудить. Масис Майлян поздравил Рауля Хаджимба с Днем Победы и передал главе государства поздравительный адрес президента Республики Баакоса-Океана. Как подчеркнул Масис Майлян, между министерствами иностранных дел двух республик налажены тесные контакты. На самом деле у нас очень теплые отношения на уровне министерств иностранных дел. Мы активно контактируем. Несколько месяцев назад буквально Далур Владимирович был у нас в делегации. У нас есть некоторые рабочие идеи, которые уже получили политическую поддержку со стороны президента нашей республики. Надеюсь, с вашей стороны тоже нет никаких препятствий для реализации. Речь идет о введении института почетных консулов. Что касается института почетных консулов, мы поддержим, и мы будем с этого хотя бы этапа решать уже более глобальные вопросы. Принимая делегацию Приднестровской Молдавской Республики во главе с председателем Верховного Совета ПМР Александром Щерба, Рауль Хаджимба отметил, что Абхазия строит государство после тяжелейшей войны и экономической блокады. Активную роль в этом и большую помощь молодому абхазскому государству оказывает Российская Федерация. При этом в Абхазии понимают важность самостоятельного развития и выстраивания отношений с другими дружественными государствами и Приднестровья в их числе. Александр Щерба поблагодарил Рауля Хаджимба за теплый прием и преподнес президенту памятные подарки. Рауль Хаджимба также принял советника главы Республики Ингушетия Зураба Маршан, который передал президенту поздравительный адрес Инусбека Евкурова, а также преподнес в дар редкую картину от ингушских мастериц. Ирина Аршба, Артур Колландия, Абхазское телевидение.